О ценностях человеческой жизни. Меня это сейчас очень занимает, вдохновляет. И это будет, наверное, то, как я это понимаю, как я это чувствую. Это может быть связано с каким-то направлением психотерапии, может быть, не связано. И у меня нет задачи здесь раскрыть какой-то метод психотерапии совершенно точно. Задача у меня простая. Рассказать то, что у меня родится прямо здесь сейчас. То, что я знаю. Никакой заготовки у меня совершенно нет. И вот есть тема, которая называется «Ценности человеческой жизни». И есть путь человеческий. Я это собирал из разных мест, из разных ощущений, из разных программ, пространств. И вот при единстве человека, при единстве человека – душа, тело, разум. Это та глубина, которая у каждого человека есть, то пространство. Какой я в душе, как я ощущаю себя в своей душе, как я ощущаю себя в своем теле, и как я опознаю себя в другой мир через свое тело, через свою душу, через свой разум. Как я встречаюсь с миром, как я встречаюсь с другими людьми, телесно, как я встречаюсь душевно, как я встречаюсь разумно. И вот это кто, вот три единства человека, которые я сейчас вижу, которые, собираясь вместе, создаёт вот ту целостность, о которой я много слышал, и у меня это целостность. Когда вот тело, душа, разум в согласии. Я в согласии с собой. И для меня важно, что вот каждое из этих пространств, оно какое-то своё. И телом я жизнь ощущаю, через тело я свою жизнь ощущаю, я её. Вот ощущаю каждой клеточкой тела, и ощущения могут быть разные. Но в теле ощущения проявляются как сила. Сила именно телесная, сила животная. И через тело человек соединён. Человек принадлежит миру, вот, планетарному, животному миру. И здесь в теле каждый человек как животное. И здесь ценности, ценности такие базовые, это как потребности. Для меня потребности. Потребность в чём-то. Потребности самые простые, там, если брать пирамиду масла, самые первые базовые потребности, это потребность безопасности, потребность в защите, одно и то же, потребность в пространстве, потребность в воде, в еде, в сексе. потребности потребность секса потребность продолжения рода и вот здесь потребности они могут становиться ценностями когда они не удовлетворяются вот здесь для меня ценности проистекают из потребностей когда я сначала это ощущаю как потребности, я удовлетворяю если я это не удовлетворяю то это для меня становится ценностью потребность безопасности в защите продолжение рода, в воде, в еде, в пространстве и вот здесь через тело, когда человек ощущает, то человек чувствует удовольствие это такое базовое ощущение удовольствия или удовлетворение телесное и здесь ценность ценность в принадлежности и вот для меня я это как-то соединил, связал с возрастом детским то есть это больше детский возраст где-то от рождения где-то лет, наверное, до 12 до 14 детский возраст, когда ценность ценность, базовая базовая ценность здесь является внимание внимание ко мне потому что вот базовая ценность я определяю себя, что я есть когда на меня смотрят когда я маленький три года два года год внимание это то, без чего человек жить не может в этом мире без внимания человек умирает, погибает и дальше существовать не может и это базовая базовая ценность которая называется здесь я ее называю благополучие то есть то, что я получаю я получаю внимание я получаю заботу я получаю безопасность от других людей и это для меня ценно человек маленький получает это все любой ценой ему доступной и то, как он это научается делать как для него важно это такой детский возраст до 14 лет где то до 12 до 14 это телесная телесная жизнь телесные ощущения когда человек соединен с природой и здесь здесь нет здесь нет одиночества здесь есть принадлежность принадлежность к природе я ощущаю единство с природой я уже ученикс с миром через других людей Через маму, прежде всего, через папу, а потом человек начинает ощущать это через природу, через животное, через других людей. И постоянно идет вот это расширение границ своих, расширение своего мира. И здесь вот сюда можно отнести ту модель трансперсональной психотерапии, которая называется матрица, матрица Крофа. Если вот первое, это такое вот, то что я говорю, это такое экзистенциальное, то это гуманистическое, к маслу, и многие там схематичные авторы. А вот второе, это вот про детский возраст, это Эрик Эриксон. Эрик Эриксон, то вот здесь вот следующее, то, что важно, внимание, это вот из системы семейной, системной психотерапии Берта Хельгера, ценность, внимание, то вот это вот пространство, свое пространство, которое оберегает, заботится, кормит, дает все питательные вещества, это первая матрица Крофа, которая писала, трансперсональная психотерапия. И вот здесь для меня они, вот это все соединяются, соединяются в одну, ценность в заботе, во внимании, в чувствах, в пространстве, вот этого пространства. Ценность внимания, ценность благополучия, она телесная, она очень важная и ощущается человеком как удовлетворение, когда я удовлетворен. А ценность дальше, ценность подросткового возраста, который начинается с 14 лет, с 12 лет до 17-18 лет, примерно. Это ценность в принятии другими людьми, принятии коллектива «я» и другие люди. То есть вот здесь, если ценность в первом случае «я», «я» как ценность, ценность «я» принадлежу «я», и принадлежу «я», то вот здесь ценность «мы». Мы делаем, мы идем, мы чувствуем, мы говорим, мы двигаемся, мы так решаем принадлежность в группе. В группе, если в первом случае ценность принадлежности к чему-то большему, принадлежность к пространству, принадлежность к родительской семье, принадлежность к роду через ощущение себя, то вот здесь это принадлежность к группе, через «мы». И здесь человек очень часто теряет вот эту ценность себя, и есть ценность совместного действия, совместного творчества, совместного действия, ценность принадлежности. И здесь человек тоже не одинок. Здесь вот эта душа, душа — это чувства, это чувства разные. И здесь, если вот здесь базовой ценностью является удовлетворение, то есть человек проверяет и ощущает, что базовые ценности телесные, животные, проявленные, человек это проверяет через удовлетворение в теле, то вот здесь человек чувствует как базовую ценность — это принятие другими людьми и любовь. То есть давать и брать, это ощущается ценность обмена, ценность включенности в пространство, и ощущается это как любовь, любовь к другим людям, любовь к себе. И вот это вот «мы» — это очень важная составляющая, когда здесь происходит как раз ощущение своих возможностей, проверка своих возможностей, проверка границ своих возможностей встречи с другими людьми, контакт, свой мир, вычленение какого-то своего мира, мира другого человека. И здесь все-таки базовая ценность для меня — это совместное какое-то действие и растворение себя в «мы». Совместно. И это вот о душе. И здесь базовая ценность принятия и принадлежности. Здесь тоже человек не ощущает одиночества. Человек не чувствует одиночества. Он принадлежит сразу, в группе. И вот здесь, когда человек для себя принадлежит своему роду, в своей родительской семье полностью, когда он встречается с папой и мамой в своей душе, когда он встречается через них с людьми своего рода, у него есть вот это вот удовлетворение базовых потребностей, базовых потребностей. И тогда он может двигаться дальше навстречу любви. И тогда любовь проявляется как любовь. Любовь проявляется не как замена удовлетворения, не как замена мамы и папы, а как встреча с другим человеком на равных, когда я думаю, встреча с другим человеком на равных. И здесь ценность — это узнавание, в подростковом возрасте узнавание себя через другого человека, через взаимодействие с другим человеком. Ценность не я и не другой, а ценность то, что происходит между нами совместно. Вот это вот ценность. Мы вместе что-то создаем, чего до встречи нашей не было, не существовало. И вот эти вот чувства, чувствование себя, возможность делиться, возможность проявляться, проявлять себя рядом с другими людьми, для человека может быть очень важной ценностью. Когда я чувствую принадлежность другим людям, но при этом я не теряю себя. Вот это вот удивительное ощущение, когда вот не я или мы, а я в мы. Я ощущаю себя, я вижу другого человека, и я ощущаю себя и другого человека, и других людей как единое целое. И вот этого вот растворения не происходит. И здесь это вот матрица, матрица по грофу, это матрица, сначала матрица тупика, вот этого перехода, а затем здесь начинает появляться матрица, матрица борьбы. Матрица борьбы, вот это вот третья матрица, матрица вулканического экстаза, движение, движение проявления себя. А в этом мире, потому что через это проявление себя, человек узнает свои границы в общении с другими людьми. И через это он чувствует, где я, а где не я. Вот это очень важный момент, потому что если человек уходит из этого, то он в мы растворяется. Как только он приходит на встречу с другим человеком, он растворяется в этой встрече. Когда границы определены, человек может это чувствовать. И вот здесь проявление таких чувств, как злость, страх, гнев, боль, тех чувств, которые социально неприемлемы и страшны для людей. Это базовый страх. Базовый страх, который не относится ни к семейным страхам, ни к личным страхам. Он относится к страхам базовым, человеческим, филогенетическим. Вот он туда уходит. Он корнями туда уходит. Почему? Потому что если человека исключали раньше из группы, то он погибал. Ему либо съедали звери, либо он замерзал, либо умирал от холода. И когда человека исключали раньше из группы, из сообщества, из общины, он долго прожить не мог. Поэтому этот страх, что от меня откажется не кто-то конкретный, не родители, не еще кто-то, а от меня откажется группа людей. То я не выжил. И вот принадлежность к группе здесь является одной из очень важных базовых ценностей и базовых потребностей. Через чувства, через ощущения, через чувственный контакт, через встречу с другим человеком. А в расстановках Берта Хеллингера это проявляется, это описано через контакт «давать и брать», отношения на равных. Я даю и я беру. И у каждого человека есть четкое ощущение и знание. Вот это вот баланса, вот это вот прибор, у каждого человека работает. Вообще очень здорово. Кому я сколько должен, кто мне сколько должен. Кому я что дал, от кого я что взял. И это взаимоотношение на равных. Это касается ценностей, это касается чувства, это касается каких-то значимых вещей, внимания и так далее, и так далее, и так далее. И каждый человек это чувствует. И когда баланс равный, когда есть равновесие, то я ощущаю себя в порядке. В порядке, со мной все в порядке. Если я вот в детском возрасте, со мной все в порядке, когда я беру, я беру, я в порядке. Я беру внимание, я беру заботу, я беру жизнь, я беру любовь, я беру тепло. Тогда со мной все в порядке. То вот здесь все в порядке, когда я даю и я беру. Вот и есть это равновесие. Тогда я чувствую, что я в порядке. И тогда я могу перейти дальше. Это возраст зрелости. Вот первая зрелость. От 17 до 25 лет, когда человек проявляет себя. И вот здесь я хочу рассказать, вот в этом возрасте, с подросткового начиная до возрастного, здесь ценности еще разделяются на мужские и женские. Мужские и женские ценности, они простые. Для женщины ценности я сама, как ценности. Просто вот я есть, я сама. Не то, что я сама это сделаю, а вот я. Я ценность сама по себе. А для мужчины ценность это его дело. То, что он делает, то, как он проявляется, то, как он продвигается. И вот эта ценность. И здесь тоже есть очень такие важные базовые страхи. Базовые, поскольку для меня ценность всегда соединена со страхом. Потому что это настолько ценно для меня, что там есть страх. Потому что если эта ценность задета, то я уже не существую. Я не существую, как кто-то. Это сразу же предполагает смерть. Я не существую, как человек, да, ценность жизни, ценность внимания. Вот там вот, в детстве. Ценность принадлежности, да, ценность проявления себя. И вот эти базовые страхи мужчины и женщины, когда с женщиной есть страх, что она такая, какая она есть, она не нужна. Что вот от такой, какая она есть, от нее откажутся. А у мужчины страх оглаженуться. То есть то, что он делает, это никому не нужно. И вот это такие базовые страхи, которые очень часто прикрываются чем-то сверху, выдаются один за другой. И вот если посмотреть туда, то ценности очень простые. Женщины украшают себя, мужчины украшают свое дело. Женщины показывают себя, мужчины показывают свое дело. И вот здесь важно немножко вернуться, потому что мужчины достаточно часто думают, что они свое дело делают для себя, а женщины думают, что они нужны для другого. То есть мужчины думают, что они дело делают для себя, а женщины думают, что они цены для мужчин. Перевертыш. И здесь важно это просто развернуть. Когда женщине важно ощутить ценность самой для себя, когда вот женщина и все. Я цена сама для себя. Тогда все вокруг приходит в движение. Я об этом уже говорил. Когда женщина появляется, то вокруг появляется очень большая движуха. Войны, передел земель, захватывание тронов. Это все в человеческой истории. Начинается движуха убит. Мужчина отправляется на подвиги, убивать драконов, приносить добычу домой, что-то еще делать. Он начинает делать. А женщине важно просто быть. Когда она просто есть, она сидит, мужчина начинает двигаться. Когда женщина начинает двигаться, мужчина превращается в мальчика. И здесь отношения меняются, но это уже совершенно другая история, совершенно другая лекция. А мужчине важно, что то, что он делает, ценно не для него, а для того, для кого он это делает. И мужчине, на самом деле, не так много нужно. То есть мужчина, пока он не женат, он не встретил женщину, он может вообще спать на коврике, там есть на столе, ну не нужны скатерти, там еще что-то. Он охотник. Он лег, поспал, потом опять пошел там делать, завоевывать там еще куда-то. Это вот, это потом уже, потом уже, когда он становится королем, когда он завоевал все. Вот как вот есть фильм такой, первый рыцарь, по-моему, там вот, когда они встречаются, Ланселот и король Артур. Вот. И Ланселот, он такой рыцарь, он может там спать, вот с мечом где-то там, вот. Встал, выспался, изручал, мылся и пошел. А король Артур, он уже всем этим побыл, и он уже король. Он уже все доказал, завоевал. Все, он уже, у него замок, он король. И он уже может позволить себе быть вальяжным, он может позволить себе, вот, украшать себя, вот, и так далее, и так далее. И вот эти ценности, ценности базовые, вот здесь вот, дело у мужчин, которое мужчине важно делать не для себя, а в конце концов, важно делать для женщин, во имя женщины или для женщины. А женщине важно просто быть не для мужчины, а важно быть для самой себя, женщины, прежде всего. И все. Вот это вот такие базовые ценности, мужские и женские, которые начинают проявляться в подростковом возрасте, и вот как-то они максимально так вот на пике проявляются в возрасте, там, до 25 лет. Именно часто я очень слышал разу, что у женщины как-то важно, до 25 лет нужно выйти замок. Вот я прям слышал, вот очень часто такой возраст, а мужчина уже там 25 лет, это такой вот какой-то пик своего-своего-своего дела, развития своего дела. И это становится ценностью, если эта ценность не удовлетворяется, это становится потребностью, потребностью. Следующий возраст, следующий возраст, это вот про душу, про душу, когда вот есть тело, и в теле появляется душа. И вы знаете, как на самом деле можно вот просто жить в теле, да, и этого будет достаточно. То есть я удовлетворяю базовые потребности в еде, там, сексе, продолжении родов, безопасности, и так далее. И можно на этом уровне жить. Но люди как-то чувствуют, а я хочу еще чего-то. И раз тут появляется душа, появляется чувство, ощущение взаимодействия с другими людьми, принадлежность, свое дело, ценности, семья, встреча с другими людьми. И на этом тоже можно остановиться. Тоже вот я когда проявляюсь здесь, в душе, то я чувствую любовь. И это вот то, через что я проявляю, проверяю, насколько я проявляюсь в продвижении своих дел. Когда я двигаюсь дальше, появляется разум, то вот здесь появляется следующий возраст, это возраст взросления взрослости. Это возраст где-то от 25 до, я не помню точно, чтобы не соврать, но где-то вот там до... Кто-то может быть знает, Паша, да? Кто-то скажет. Я думаю, даже он, я не знаю. Да? Он там приблизительно не живет. Там где-то лет, там, в 50-м, 49-м, вот в Оше, там, 40-49, по-моему, назову. Ну, не суть важна. Где-то вот в этом примере. Когда вот здесь вот ценностью, ценностью для меня это... Вот здесь проявляется разум, и для меня это вот здесь проявляется дух человека. То есть это вот разум и дух. И здесь ценности уже взрослые, ценности не благополучие, а ценность благодарности. Ценность не брать, а ценность давать. Ценность не получать внимания, а давать внимание. То есть ценность дарить. Когда я ощущаю, вот, я ощущаю ценности жизни, я ощущаю свои ценности в том, что я могу чем-то делиться с другими людьми. Не только на равных, а именно я могу что-то давать другим людям. Вот безвозмездно, то есть даром. Просто так, как вот в мультфильме, да, вот тебе цветок. А за что? Просто так. Вот здесь, в подростковом возрасте, когда я даю, я хочу что-то обратно получить. Мне это важно. Вот балансы от совместей. Поэтому там люди имеют, сколько кому кто что дал, кто сколько кому досыпал, не досыпал, давил, не давил, там, и кто кому что дал. А вот здесь ценность в том, что я просто могу дарить. Вот я могу давать. И тогда при встрече с другими людьми я просто это даю. И вот этот дар, он становится самой ценностью. Когда я даю, я сам для себя очень многое открываю. И вот здесь ценности, благодарность, забота о других людях. И дальше, дальше вот этот вот возраст, наверное, я разделю вот этот разум, и я еще сверху добавлю дух. Вот дальше. Я чувствую, что я в три уже не влезаю, мне важно, в четыре. Вот этот возраст, когда есть не просто зрелость и взрослость, а это мудрость. Для меня это мудрость. Мудрость это уже передача опыта. Передача опыта, передача знаний. Не просто дарение, а передача опыта и знаний. И вот здесь проявляется во всей полноте, проявляется человеческий дух. И здесь ценность для меня, это когда я остаюсь наедине с чем-то. Я остаюсь наедине с Богом. То есть между мной и Богом нету церкви. Когда я остаюсь наедине с миром, между мной и миром не остается тех людей, которые мне говорят, как они живут. Не остается вот... Я становлюсь учителем для самого себя и учеником для самого себя. Я не ищу того человека, который мне скажет, как... Ну вот, учителя. Который мне скажет, как жить. То есть между мной и миром нет учителя. То есть это возраст мудрости, когда между мной и другим человеком, между мной и миром, не остается посредников. Здесь нет посредников, здесь нет посредничества, и я встречаюсь с этим наедине. И вот этот вот возраст, это возраст, когда я ощущаю, вот именно здесь я могу ощутить это свое одиночество, потому что вот здесь я одинок. Я здесь одинок изначально. И вот одиночество для меня, это такое пространство, о котором я говорю не случайно, наверное. Потому что если в детском возрасте, в моей душе, в моем теле, вот нет чувства защищенности, то есть я не ощущаю присутствия родителей, то тогда я ощущаю одиночество. Вот тогда я не ощущаю родителей телесно, тогда я чувствую это одиночество телесное. Когда я в подростковом возрасте, я не ощущаю контакта с другими людьми, да, вот в душе, у меня в душе пусто, у меня там кого-то не хватает, места в пустое, тогда я ощущаю вот это вот одиночество душевное. Я ощущаю одиночество не в теле, когда мне хочется к кому-то прижаться, а я ощущаю одиночество в душе. Тогда мне важно посмотреть в глаза, мне важно поговорить с человеком, мне важно вот, чтобы меня увидели, чтобы я увидел. Когда мне не о ком позаботиться, вот в этом возрасте, когда мне не о ком позаботиться, мне не нет для кого это делать, тогда я ощущаю пустоту вот здесь, в разуме. Мне нет для кого проявлять заботу для других людей. И вот здесь тогда я чувствую себя одиноким. А в возрасте, вот мудреца в этом возрасте, я чувствую одиночество, когда я не встречаюсь, я не нахожу у себя там Бога. Вот я есть, а Бога там нет. И я вот с Ним там не встречаюсь, тогда я чувствую свое одиночество. И вот эти вот ценности, этих четырех возрастов, для меня очень важно, вот это вот понимание, когда есть разные такие базовые глубокие ценности, которые проявляются в каждом возрасте. И зная их, вот как-то смотря на них, их проявляя, я ощущаю и чувствую себя, и я чувствую свою жизнь. Тогда я ощущаю, кто я, я ощущаю, в каком я пространстве, я ощущаю, кто за мной, кому я, кому я принадлежу полностью, совершенно, как сын и так далее. Когда я полностью принадлежу чему-то, когда я знаю, кто за мной, на кого я могу опираться, я знаю, кому я даю, от кого я беру, я знаю, кто идет рядом со мной. Это мои друзья, это мои соратники, это те люди, которые идут рядом со мной. И я знаю, с кем я обмениваюсь и чем я обмениваюсь, и я чувствую важность этого. Когда я проявляюсь как мужчина в своих делах, и какой-то человек проявляется как женщина, и именно проявляюсь как мужчина, именно проявляюсь как женщина. Когда я могу давать, когда у меня есть люди, которым я могу давать, и о которых я могу заботиться, и когда у меня есть пространство, время и место остаться наедине с собой, остаться наедине с Богом, остаться наедине с природой, без посредников. Когда я знаю, кто я, где я, откуда я, куда я, для чего я, где мои богатства, где мои ценности, где моя сила, смысл, путь. Когда я все это складываю для себя, и я это понимаю, то тогда, вполне возможно, моя жизнь складывается. И вот здесь я еще хочу сказать, что здесь, если в детском возрасте человек проверяет проявление своих любых, своих ценностей через удовольствие, удовлетворение, подростковым вот здесь в душе, он чувствует это как любовь, то вот здесь вот в разуме и в духе человек чувствует и ощущает, что он проявляется и продвигается через радость. То есть это чувство радости. Вот это чувство удовлетворения телесного, удовольствия, чувство любви в душе и чувство радости. Вот в разуме и в духе для меня это та вот та целостность, в которой я двигаюсь как-то все быстрее и быстрее и быстрее. Вот с семимильными шагами. Я когда это чувствую, ощущаю, мне становится очень здорово. Я чувствую свою силу, и я понимаю, через что проверять. Я нашел для себя такие компасы, когда я вот совершенно точно для себя проверяю, верно я двигаюсь или не верно. И вот здесь еще важно. Вот эта вот проверка, в детском возрасте есть оценки. Хорошо, плохо. Хорошо, плохо. Проверка. Хорошо, плохо. Я хороший, я плохой. Это детское. А подростковым правильно, неправильно. Чьи правила? Я определяю правила группы. Действую по правилам? Живу правильно. Не действую по правилам группы? Неправильно. То вот во взрослом возрасте проверка идет через простые слова. Верное для себя делали лица и не верно. Вот эти вот три возраста. А четвертый, пока не знаю, как там, проверка. Согласие с Богом. Согласие, да. Вполне в одном. Согласие с Богом. Как-то важный. Может быть, еще одним словом, знаете, неинтересно. Смирение. О! Мир. А? Мир. Смирение. Наедине с миром. Смирение. Друзья. Смирение. Когда я остаюсь с миром, наедине я смиряюсь. И это очень ценно. Я завершаю. Это то, что для меня важно было рассказать сегодня. Прав. Про ценности человеческой жизни. Может быть, есть вопросы какие-то для вас. А отклики? Пожалуйста. А вот я, пожалуй, вопрос задам. А вот, как-то, что у нас сразу теория про возрастные кризисы человека. Вот, в чем может выражаться для человека дальнейшее проезжение по жизненному пути, если он какой-то из этих этапов, ну, как-то проваливает для себя. Ну, то есть, допустим, не сходится с людьми в подростковом возрасте, или потом дело свое не находит на следующем этапе, то как это мушать на его дальнейшую жизнь? То есть, скажем, один кризис провоцирует следующий или как-то иначе? Я предполагаю, что человек в этом, ну, он проваливается в аэропорте, в эти ощущения. В определенных ситуациях, когда они возникают. То есть, он скатывается на это состояние, где у него... Это состояние у него включается. Включается. Вот это состояние проявляется. В тех ситуациях, которые, ну, так скажем, в кризисных ситуациях. В ситуациях, когда важно решить что-то. Пока мне не важно ничего решать, да, вот выбора нет. Я могу существовать, да. А когда мне важно решить, то вот здесь вот я чувствую свою жизнь. Здесь вот такая ценность появляется, которая называется свобода, да. И вот в этой свободе, да, как я с этим обращаюсь, я остро начинаю чувствовать себя. Я начинаю чувствовать и ощущать себя вот в этой точке выбора. И вот здесь, если вот там нет опоры, да, на ощущение вот этой базы, то я на следующий уровень так вот, ну, не то чтобы ворвались, я опускаюсь на тот уровень, где я могу опираться. Я туда, и я опираюсь вот на это. То есть, я начинаю, например, как подросток. Да. Ну, что там, я начинаю автоматически опираться, ну, вот там, если этажи брать, вот там, первый, второй, третий, четвертый. Вот, если, если вот пола нету там на втором, да, то я сразу раз так опускаюсь на первый, и там я могу опереться. То есть, я могу опереться на те ценности, которые у меня были в детстве. Там я опираюсь, я чувствую себя устойчиво, но за это я плачу тем, что я начинаю действовать как ребенок. Ну, там, есть платы. Если я это осознаю, вот как-то принимаю, то я это отыгрываю, проживаю, есть разные способы. И раз так, перехожу обратно, ну, туда, дальше. То есть, я вот совершенно точно понимаю, что вот я как-то, я сейчас занимаюсь тем своей жизнью, что я сразу как-то на скоростном лифте вот так вот поднялся. Ну, у меня там была такая возможность, ну, я для себя так это ощущаю, была такая возможность. Я там за год, за два, там, завтра или за четыре, я поднялся на скоростном лифте вот туда. А потом смотрю, ёоо, а вот этих вот ступенек-то у меня нет вот этого, опираться мне не на что. И я сейчас занимаюсь тем, что я там, короче, ремонт, вот я там глотаю это все. Вот, чтобы вот у меня вот здесь было, здесь было, здесь. Чтобы я мог вот опираться на себя. Вот, ценности для меня это то, на что я могу совершенно точно опереться. Вот, вот это вот опор. И мне нравится вот это, я сейчас хочу сказать, мне нравятся слова Арнольда Миндала, которого я услышал. А, что, он говорит, а моя опора это не я, не мои ноги, не мой позвоночник, моя опора это земля у меня под ногами. Вот это моя опора, а я на это опираюсь. По факту. И я согласен. Если Бернус говорил, опора там, это позвоночник там, да, то Миндал говорит, опора это земля у меня под ногами. И все верно. И это опора, и это опора. Вот. И когда я нахожу, когда я могу найти на что мне опираться, я могу вот отсюда начинать действовать. Ну, по-честному. Когда я себе честно скажу, да, вот у меня такой фризис, у меня такие чувства, у меня вот, и я сейчас действую и живу, как маленький, или как подросток, или как еще там взрослый, и так далее. Проваливаю здесь. Когда я это почувствовал, ощутил, признал, принял, что это я делаю, сделал шаг туда, куда мне важно, вот, прожил это, я могу двигаться дальше. Я могу на это опираться. А то есть, получается, человек может и перескочить через какой-то этап. Да, легко. Вот еще такой вопрос. Ну, да, то есть, есть еще вроде другие точки зрения, в том плане, что вот в этапе взрослого секредоросковой, там как раз социальная, ну, личность включается, то есть, идет взаимодействие именно вот на этом уровне, а во взрослом уже вот как раз проявляет, ну, вот тоже благодарность, да, это же скорее какие-то душевные качества. Да. То есть, ну, просто у вас, вот, в вашем изложении так получается вот так, потом вот так, вот так. Разум. Да, это, конечно. Просто сначала человек живет на энергии вот этого, ну, на энергии души, потом на энергии сознания, или на бары сначала на энергии сознания, во втором слове, или под расколом, да? Я вот пока не берусь вообще рассказывать о сознании, осознании, это, наверное, вот, я вот так вот, я чувствую, здесь у меня как-то вот, Алексей Товальчиков появляется больше, чем. Угу. Вот, осознание, наверное. А, вообще не готов сейчас говорить о сознании, я не понимаю, что такое осознание, осознание и осознавание, я в этом путаюсь. Для меня ясно, что курат. Я разумею. Когда я разумею. А слово «ра». Ну, то есть, у вас разум – это не какой-то, не интеллект, а вот именно… А то разум – это вот, это вот, это вот, для меня ум – это одно, а разум – это другое. Человек разумный. Человек умный, и человек разумный. Для меня, для меня, есть разница. Когда я не просто ощущаю, я не просто чувствую, я еще разумею, что я чувствую, что я ощущаю. Да еще я знаю, что с этим делать вообще, и куда я иду. А, и вот здесь для меня это вот очень важно, потому что я могу дохренища чего чувствовать, я специально говорю это слово, очень много могу чувствовать, но что с этим делать, я вообще не разумею. А когда я ощущаю себя, чувствую, да еще разумею, куда я иду, и при этом голову не теряю, да? Ну тогда вот эта ценность появляется для меня.